Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Здравствуйте! В эфире полезно-потребительская программа «Сохраняйте чек». Я Михаил Губернаторов, ваш гид в мире правильных покупок. Сегодня у нас вкусный выпуск. Сегодня сохранил чек на один из самых популярных десертов. Первые упоминания о нем встречаются еще в Древнем Риме. Но название ему придумали только в Средние века, совместив два слова – французское «фру» – фрукты и английское «кешель» – пирог. Пик популярности он получил в 16 веке, когда с американских колоний стали массово завозить сахар. И только в 20 веке он стал промышленным продуктом, заполучив мировую славу и получив свое мировое название – кекс. Да, именно об этом сегодня и поговорим в нашей программе. Мы начинаем. Кексы, упакованные в яркие красочные пачки – настоящая приманка для покупателя. Пройти мимо них сложно, и, судя по исследованиям, россияне с таким соблазном и не борются. По данным опроса, проведенного в Ассоциации потребителей, 43% жителей России старше 16 лет хотя бы раз в полгода потребляют кексы, а 35% покупают его регулярно. Кексы с изюмом, творогом или классический так прочно вошли в жизнь потребителей, что, кажется, чаепитие без них – пустая трата времени. И хотя на этом поприще кексы немного уступают бисквитным рулетам, одно можно сказать с уверенностью – оба эти лакомства по объемам продаж – один из крупнейших сегментов российского кондитерского рынка. Но там, где объемы, найдется место и махинациям. Кексы засветились и в этой статистике. Так как большинство таких угощений производится ПТУ, понять, что норма, а что брак – сложно, но можно. Этим мы и займемся и научимся отличать качественный продукт от подделки. Но пока спросим у самарцев, на что они обращают внимание в первую очередь при покупке. Никаких консервантов и строгородности у него должен быть маленький. Как минимум, я больше не знаю ничего. Пальмовое масло, например, не должно быть дрожжи. Для меня нет. В первую очередь по цене, по упаковке, потом уже на дату смотрю. Я покупаю такое, чтобы хрустел, вкусный был, свежий. Вкусный, чтобы не было в составе крахмала и других нежелательных веществ. Не был деформирован, чтобы он был хорошо сделан и сохранял свою форму. Для того, чтобы понять, как определиться с выбором, возьмем три образца кексов от трех разных производителей. Героями сегодняшней программы станут торговые марки «Империя вкуса», «Кухмастер» и «Просто». Каждого участника промаркируем и расположим по алфавиту, согласно названиям. В завершении программы узнаем, кто из них порадует и вкусом, и качеством. Не близкий путь к сердцу потребителя лежит через желудок, но ускорить процесс можно, если прибавить к нему невысокую стоимость. Кексы в этом плане – идеальный продукт. Классическое тесто с натуральными ингредиентами плюс незамысловатая начинка. Казалось бы, все натурально, но производители в составе рьяно насаждают дополнительные ингредиенты – стабилизаторы, эмульгаторы, крахмал. Казалось бы, не страшно, но к знакомому кексу они не имеют никакого отношения. В любом случае, будь то бисквит, либо какой-то классический кекс, туда идут природные натуральные ингредиенты. Никакой химии по классике – это яйца, мука, сливочное, либо растительное масло, сахар, возможно, сода для того, чтобы придать пышности. Ну и в зависимости от того, какого вкуса хотите добиться, это какие-то дополнительные ингредиенты – либо яблоки, либо шоколад, либо, как в нашем случае, еще и какао. А значит, искать нужно в первую очередь натуральные составляющие. Такие точно найдутся. Кексов в рознице богатый ассортимент, и, к счастью, есть из чего выбрать. Однако форма и подача значения не имеют. У хорошего продукта свои определенные требования к внешнему виду, и им, к несчастью, соответствуют не все магазинные варианты. С точки зрения просто обычных рецептур, как правило, кекс – это достаточно пористая масса, воздушная, при этом без каких-то пустот, то есть он достаточно плотный, при этом рассыпчатый, мягкий, свежий, и на самом деле может храниться достаточно долго. Но в отличие от магазинных, которые могут храниться месяцами в упаковке, наши сделанные здесь кексы, они, конечно, хранятся максимум 3-4 дня, после этого начинают черстветь, и это нормально, зато мы точно понимаем, что в них только натуральные продукты и никаких заменителей или химических дополнений. А вот что внутри остается загадкой до последнего момента. После покупки нередко приходится разочаровываться. Мякоть сырая, да еще и ужасно крошится. Вывод один – производитель максимально удешевил производство. Вместо масла удачно использовал маргарин, мука более низкого сорта, а пышность – дело искусственных добавок. Но это даже вершина айсберга. Обратите внимание на пористость. Она должна быть равномерной, однородной, без разрыва, без пустот. Очень часто можно встретить такой дефект, как закал, непромес. То есть тоже такое встречается. Закал обычно бывает у нижней стороны корочки, непромес. Может встречаться по всей массе, но чаще всего может быть и у верхней корки. Настало время и наших участников проверить на качество, согласно советам специалистов. Ну что же, начнем наши глубоко субъективные тесты. Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Для начала узнаем истинный вес продукта, насколько производители оказались честными со своими покупателями. Для этого каждый участник отправил на весы и посмотрим, что выйдет. Результаты оказались разными. Второй участник свой вес даже превысил на 10 граммов, третий оказался в точности в норме. А вот первый нужной массы не добрал, он остается без балла. Идем дальше. Теперь посмотрим срез. Здесь может насторожить непромес и слишком плотная структура. Хороший кекс должен быть пористым и держать форму. Первый, третий участники полностью соответствовали требованию, а второй оказался слишком влажным и плотным, что не дает ему возможность заработать балл. Теперь оценим количество изюма. Начинка – один из важнейших элементов для потребителя. Условия простые, где его больше, тот и выиграл. Явным фаворитом здесь оказался второй участник, ему достается балл. И теперь поверхность. Несмотря на то, что обычно ее скрывает слой сахарной пудры, всегда можно увидеть трещины и неровности. Абсолютно ровным кекс быть не может, но если вы видите явный разрыв и глубокие впадины, такой продукт явно пересушили. Здесь все справились с заданием, и балл зарабатывает каждый конкурсант. Как вариант, кекс можно приготовить дома. Этим и занимаются юные кулинары Маша и Егор. Молодые люди в быту студенты на досуге звезды интернета областного значения. На небольшой кухне с помощницей Лидии снимают шедевры кулинарного искусства исключительно своими силами. Рецепты выбирают оригинальные и не боятся экспериментов. Но даже эти профессионалы в вопросах покупки просят не спешить и изучить десерт. В первую очередь, упаковка должна быть герметичной. Во-вторых, обязательно нужно, чтобы не было ни в коем случае влаги в самом продукте и на упаковке. И также, чтобы не было большого количества каких-то вредных химических элементов, которые плохо влияют на ваш организм. Наших гостей в полном составе за чашечкой чая попросим распробовать каждого участника. Оценить строго и по всем параметрам. Придирчивая жюри кексом удивлялась, восхищалась и морщилась. Оценку дали всем. И пора узнать имя победителя. Ну, мне больше понравился второй, потому что он такой мягенький. И первый мне не понравился. Это точно потому, что он очень сухой. Второй мне не понравился, потому что он очень забитый, очень плотный и через все влажный. Ну, как бы, может быть, это и нормально для Штолина, но нет. Мне больше всего понравился третий. Он был самым вкусным. Он был не слишком влажным, не слишком сухим. Самое то. Трех представленных вариантов. Нам больше всего понравился третий. В сводной таблице представлены результаты всех испытаний. Наши участники достойно боролись, но в лидеры выбился лишь один. На этой неделе лучшим оказался кекс торговой марки «Просто». Поздравляем победителя. Надеюсь, теперь вы точно знаете, как правильно выбрать хороший кекс и не ошибиться на качестве. Главное, не забывайте сохранять чек, чтобы было что тестировать. Увидимся на следующей неделе. Не забывайте смотреть нас на телеканале «Губерния» и на официальном сайте. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!